13 я говорю главную бедолаги думали облапошил вас тут ладно сегодня я наконец расскажу вам о самой главной мрази русскоязычного твича и так встречайте это для главной мрази твича ты очень хорошо постарался замонтажировать знакомьтесь слава бустер он же полковник бустеренко он же вячеслав андреевич леонтьев топ-1 на твиче звезда ютуба твоего спутефай маминого сердечка человек с плохим зрением и дистанция пиздец а вот это кто какой-то ну давайте посмотрим предпочитающий становиться лучшим везде где он появляется поэтому и в этом топе он будет лучшим правда среди худших я считаю прям на эмоциях пола я не знаю я так понимаю автор этого канала чисто вывозит скажет пытается набрать аудиторию на каких-то там разоблачения конфликтах на негативе стандартно брать практика для тех кто бесталантный для тех кто не мощные для тех кто не может зацепить как-то по-другому да то есть они начинают пытаться набирать просмотры вывозить на популярности других стримеров блогеров так далее обсирая их обсасывает со всех сторон ну а другая часть аудитории которая такая же немощная агрессивная тактичная присасываться к этому блогеру но они недолго держатся короче говоря эти блогеры не то чтобы долго существует рано или поздно так то если посмотреть на историю всех разоблачителей все эти разоблачители рано или поздно куда-то или как-то пропадали исчезали обсирались или их разоблачали по итогу и оказывалось что они тоже не такие уж и хорошие да ангелочки вот поэтому как-то так это работает чаще всего среди всех разоблачителей рэндыч 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 ну шо рэндыч я не знаю какая у рэндыча там будет судьба в будущем и в его блогерской сфере рэндыч он не то что прям какой-то разоблачитель он больше на юморе как пытается обозревать каких-то людей ну да с негативом поэтому я не знаю что там у рэндыча будет знать кто победил а кто ошибся так что если ты не понимаешь о чем здесь идет речь будь добр прояви капельку уважения к своей матушке отцу сыну и святому духу и посмотри сначала первую часть этого великого эпоса а потом уже возвращайся сюда для всех же остальных кто уже устал слышать этот трэпгат на минималках мы сбавляем темпы начинаем второй раунд оксимирон поехали понимание того что жизнь справедливо настигла славу еще в глубоком детстве пока детишки богатых родителей улетали в отпуск катаясь на круизной яхте в окружении элитных шлюх и кайфуя от жизни маленький слава прозябал свое детство в трущобах взращиваемой своей матерью и тараканами в пятиэтажках на окраинах подбуза московье пока батя выбор штраф за неиспользование презерватива в виде алиментов ушел из семьи осознавая простую истину что легкому жить легко а тяжелым и тяжело он велел мечту стать популярным и богатым киберспортсменом чтобы наконец вырваться из поглощающей нищеты и пока его друзья проживали свою скучную человеческую жизнь мешая себе водку с адреналином на вписках попытках найти себе целомудренную спутницу жизни слава жаждал лишь одного ну я сделаю так чтобы я всегда это говорю что киберспорт ну гандон слова ну гандон вообще плохой стрип и бустер будет вопрос вот равно на чё равно будет но жизнь слаба в математике а поэтому волей судьбы после победы на очередном мелком турнире по фортнайту он с вырученных денег покупает себе компьютер с которого и запускает свой первый стрим на твиче ну пока вроде все нормально что не так то почему он главная мразь всех приветствую в качестве контента для стримов вы никогда не догадаетесь слава выбрал по большей части именно игры но если бы все было так просто мы бы здесь сегодня не собрались я не слишком далеко от своих братьев по разуму слава в лучших традициях уголовного кодекса любого популярного продавца воздуха помимо игрового контента очень любит раздавать важные жизненные советы парочку парочку наставлений к вам естественно без этого никуда тут все сидят за его мнением интересно ждут пока он спизданет что-то умное а он только рад стараться нужны умные мысли пожалуйста слушай ну а самом деле каждая мама достойна так сказать части пиздец аж трясет парни я ебу блять цените мать пожалуйста высоконравственные нравоучения получите кто-то до сих пор говорит что катя это не катя бывшая бустера уже реально типа но все люди личности и так далее женщина это дну это это личность это человек мужчины это личность это человек каждого обделенному обездоленному неполноценному славе есть что сказать и объяснить так что топырьте свои ушки посильнее откройте ротик пошире и впитывайте портал отшифы надо балуешься вот эту хуйню рейд с твича на кик юшкой да вот этой вот это любишь да пососать не кури ту за лупу ебаную блять займись спортом ты за ебал лежать хуенный контент братишка одобряю вот реально спасибо за такие не очевидные мысли слав желаю чтобы каждое утро тебя девушка будила минетом а мать породившая такое чудо жила ввечер автор что-то душит как-то не я не знаю просто для меня типа вот роднее ближе человека чем мама нет ну знаете в чем проблема когда дело доходит до дела все эти великие цитаты я понимаю автора мамы обижает как-то или что-то резко перестают работать я очень много переосмыслил жизни пиздец сколько я вам честно скажу и шо мама теперь не самый главный человек в мире у меня очень сильно мышление изменилось я в каких-то местах поменялся и мать это уже не святое а проклятый житель базара торгующий своими между ножными пирожками направо и налево что есть у любого нормального пацана пизда твоей мамы ну да мать ты не твоя значит и ценить ее можно по-особенному если видос полная хуйня будьте вопрос к ней это также инстаграм внизу бля прям вонючих хуёв знаешь бля со смеками накидайте бля чтобы там куски с первой беремте ролик закончите на свете на брови на девушка которая с человека прямоходящего становится захарканной раковиной который можно обхаркать и накончать я помню еще это утро это было прекрасное утро это бабушка мне ну-ка сбегай на кухню котлитку мне мысли то максимально простые а вот следовать им нереально сложно поэтому этот сын философ но слушайте ну ну как бы так сказать то я согласен конечно перебор с девушкой так вот это самое спорить я здесь не буду ну и шо это вот из-за этого на главный мразь софья будучи недальновидным и наклеточным приматом наплевав на здравый смысл выявляя свое истинное нутро противоречит в каждом своем действии каждому своему мудрому слову у всего у всего вообще на самом деле можно так каждого стримера буквально взять и обсосать со всех сторон притягивая какую-то херню к носу ну реально то есть буквально каждого стримера каждом стримере можно какое-то дерьмо вывалить на него своя цена ну просто есть допустим какие-то принципы которые я не готов перешагнуть да как вы уже могли заметить большинство из того что вырывается из этого поганого рта позаимственно либо из пацанских цитатников либо от его более одухотворенных товарищей по разуму все продается и покупается ну опять же предел есть всему понял да я продажная хуйня то еще продажная но есть принципы через которые не переступлю нажравшись на не переваривший он без остановки рогать цитатами о том как правильно жить даже не понимая что если не соответствует тому что ты несешь кроме как представителям народа 404 тебя назвать не получится но в умелых губах и шлем флейта а значит наш глупый крысолов продолжит завораживать своих маленьких крысят обрекая их на такой же уровень развития как и у их хозяина кто этот канал ведет это легенда ебучая у тебя должно быть миллион подписчиков какой же это ебучий факт нет ничего приятно бля два дауна нашли друг друга я понял короче походу я понял ребята в чем здесь проблема от нее признание от вас за проделанную работу спасибо всем кто подписывался оставлял комментарии поддерживал мои ролики деньгой спасибо большой финрир но мы продолжаем я я хочу типа мотивировать людей за чтобы они смотрели заряжались энергии возможно там чему-то нового прикасались в этой жизни зачем еще идти в этот бизнес если не мир спасать этот тренер личностного роста вниз после таких лицемерных панч иначе как лол не воспринимается поэтому любая из его реально нетривиальных мыслей воспринимается только так а как же мама это вообще-то блять это настолько нахуй неважно ты должен делать то что тебе по кайфу вы экономите маму блять но не экономите деньги бля говори всегда жизни нет нет долбоеб нахуй позвала девчонка нет позвали пацаны к новое место нет позвали хоть хуйнейного позаниматься блять на самокатах показаться нет 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 все эти постоянные уроки морали и нравственности оставляют ебаные послевкусие поэтому предлагаю поговорить и контенте славы наш капрал клитор успел наследить не только на твиче с приходом колоссальной популярности за счет его неподражаемой харизмой и дружбой со всеми подряд. Да нет, ты лучший реально. Спасибо. Я к тебе очень хорошо отношусь на самом деле. Естественно, ну конечно, исключительно ради самой настоящей дружбы, респектулечки, залетающей в твое сердце и уважения, а не для получения большего фейма с имен его известных друзей. Блять, люди, знаете, как люди заряжают энергией, я вам честно скажу, блять. Побывав полгода в бане и не сумев умерить свой неебический творческий потенциал, Слава принимает волевое решение повысить ставки и начать клепать контент на ютуб. Это круто, то что у меня на самом деле много возможностей, я чувствую, знаешь, что я что-то новое в жизни пробую. А золотая греет душу, да? Тоже, п***. А на ютуб, на свой? Нет, на ютуб не п***. Ну вот незадача, на ютуб снимать это тебе не на твиче, игру в кс запустить, тут думать надо. Игру придумай, видео за... Серьезно, ладно. Пиши ролик, смонтируй, собачку покорми, еще и превью нарисуй. Так он не монтирует видосы, я думаю, что у него есть команда людей, которые ему видос монтируют. Вы че там, совсем ухуели? Слава, конечно, даровитый, но не настолько же. Но все в этой жизни решается, когда ты богат, талантлив и хитер. И если оператора с монтажером можно купить за пару пачек класса с крабом, то вот с идеей для контента будет посложнее. Но нашему гению тактики и креатива идеи не занимать, а поэтому из всех возможных он выбрал самую проверенную и точную. Ту, которая работала испокон веков и продолжает это дело до сих пор. Большинство из того, что я делаю, это адаптация каких-то идей, там, челленджи, покупка машины. Это типа, ну, это все, что уже много раз было. Не воруй как художник, пизди как слава-бустер. Вооружившись оптикой, наметанным глазом и выискивая по запаху страха и успеха, это адское гончание не остановится, пока весь забугорный контент не будет найден и адаптирован, а показатель успеха в его крови не достигнет нужных показателей. Если рассматривать твой контент на ютубе, какой там процент оригинальности и неповторимости? Допустим, если мы берем челленджи, то главное слово челленджи, это то, что он передается от одного человека к другому. В этом и смысл челленджа. 20 девушек висеянчик. Как? Доу-сайдманов. 24 часа в маленькой комнате. Суперстас не скинул, сказал, прикольно это снимать. Кто больше наберет подписчиков в ТикТок, делал с какого-то западного каналу давно очень. Обрекая своих зрителей на аттракцион невиданной щедрости в виде смехуечков и челленджей, приятным вечером после тяжелого дня, состоящего из уроку... Ну, блядь, то же самое можно и про автора этого канала и этого видоса сказать. Типа, ну сколько таких развлачителей было на ютубе, которые записывали подобные видосы еще и в подобном формате, еще и вот в таком вот формате монтажа. То есть буквально вот этот автор этого видео похож на другого ютубера, который монтирует видосы примерно так же, в таком же формате, в таком же стиле точнее. Уж не помню, как зовут этого блогера, но, блядь, что-то типа Мэйтыч, что-то типа там еще какие-то такие, да, есть ребятки, которые вот монтируют так видосы в таком же стиле, да. Что-то типа Зио, Шапка, блядь, они все как один, реально. Вот, и опять же, формат разоблачений, ну, блядь, уже тысячу раз обсасанная херня, как говорится. Ну, не знаю, не знаю. То есть, как бы, ну, мне кажется, все-таки не автору этого видоса за оригинальность предъявлять. Училки по физике и норовоучению от мамы, он не видит в этом ничего зазорного. Не, ну а че, все же так делают, сейчас это норма. Я кайцинал. Бля, как же Хест Дефет конченок длбоебов, сколько он заплатил за это. Бустер мне заплатил? Много, братан, столько, что тебе никогда не снилось. Он мне подарил свой компьютерный клуб в Москве. Ладно, шучу, он мне подарил компьютер в своем компьютерном клубе. Ха-ха. Бля, вот дебилы, сука, я в охуе. Не, я просто считаю так, что если тебе не нравится какой-то чел, стример, блогер, я считаю, что это не повод просто поливать дерьмом его за всякую хуйню. Притягивать там что-то или еще что-то. Ну, типа, это реально хрень какая-то. Надо же объективно мыслить. Объективно стараться мыслить. А не вот это вот все. Зачем? Ну, в данном случае почти 10 минут видос прошел, а какая-то хуйня, если честно, разгоняется. Дерьмо по стенам размазывается. От сегодня буду. Я у него полностью спиздил, полностью вообще от и до шоу, блядь. Все слезал, а кто не слизывает, блядь, запада, братишка. В музыке вообще много похожего, нот всего 7. Нот всего 7, кадров в секунде 30, и хромосом в организме славы ему подобных 47. А поэтому воровать не стыдно, все же уже придумано и заезжено. Я что-то, я говорю, я вчера пытался составить список идей на стримы, мне кажется, все такое хуйня уже, типа, по тысячу раз сделано и заезжено. Вот только стыдно потом рассказывать о какой-то уникальности. Тут формула простая, просто какая-то уникальная, знаешь, то есть как во всем, то есть, типа, никому нахуй не нужен второй кто-то, делай что-то свое и все. Умные слова славы опять плохо коррелируют с делом. Этот божий одуванчик, который сдуло ветром, рассказывая о формуле успеха, почему-то сам чурается ее использовать. О какой уникальности будет рассказывать эта калька? Может, я имел в виду быть самим собой, в плане, типа, характера, подачи, харизмы какой-то. Подряд. Мне просто хочется понять, где в этом ты? Ну, это, наверное, тот же самый ответ будет. Челленджем. Да ты заебал. Для человека, который так часто затыкает любой вопрос об индивидуальности и оригинальности словом челлендж, у тебя подозрительно мало таковых на канале. А чем отличается челлендж в ТикТоке от челленджа в Ютубе? Тем, что ТикТок снимается за... Слово челлендж и там, и там одинаково. Я так понимаю, бустеру часто предъявляют за челлендж, да, из-за того, что он ворует чей-то контент. Все его повторяют, но по-своему. Вау! Если ты хочешь какие-то новаторские идеи, ты просто, ну, типа, я не знаю, ты нигде это не найдешь. Вообще, даже все американцы берут у индусов, у китайцев, и это круговоротно... Нихуя себе, подожди, ну кто-то же все-таки придумывает изначально. Китайцы, индусы и так далее. То есть, да, если американцы берут у индусов и китайцев, то у кого берут индусы и китайцы? У японцев? Хорошо, а у кого японцы берут тогда? Есть же кто-то, кто первооткрывателем является, да, новатором. Вот он взял, придумал, а у него все спиздили. От китайца до индуса, от индуса к русскому, блядь, от русского до американца. Кто? Круговорот пи... спи... Что, что? Круговорот! Ты не можешь придумать новый цвет! Придумай новый цвет! Не можешь! Какая... Знакомая риторика. В очередной раз, питав как губка умных изречений от приматов в виде своих друзей, он начинает срать им и пытаясь заткнуть любую дырку в бочке из неудобных ему вопросов. Вот только вопросов касательно твоего творчества слишком много, чтобы глушить их одной и той же отмазкой. Давайте прямо сейчас придумаем... Нет, не новый цвет. Давайте прямо сейчас придумаем какой-то уникальный новый формат для видоса. То, что еще никто никогда в мире не записывал. Вот что это, блядь, вообще может быть такое? Давайте, пораскиньте мозгами, придумайте что-то, ну... Ну, чего и стоило ожидать, собственно говоря. Да ебать, мне уже начинает казаться, что челлендж настолько ультимативное слово, что и можно оправдать вообще что угодно. Зачем ты жмешь кутилку, ебанутый? Зачем? Зачем? Мистер Андерс. Ну, это, наверное, тот же самый ответ будет. Челленджем. За что? За что ты его убил? То тот же самый ответ будет. Челленджем. Челленджи любишь? Ну на, держи еще один. Пожуй, говна! Что за челленджи, блядь? Я просто ни разу не смотрел видосы быстро. Вообще, честно. Тело не двигается, может, не включается, а желание жить в списке потребностей стоит где-то на уровне желания сыграть в доту после лоу-стрика из 10 игр. Вот и Слава, теряя сознание от осознания, что на отдых времени нет, работать надо, решил в один прекрасный день скалтурить больше обычного и нарушить свой кодекс воровской чести. Беспринципность пошла намного дальше таланта Славы, и почему-то забугорных творцов ему стало мало. Как ты относишься к тому, что Слава Бустер заимствует твои идеи? Он довольно-таки давно этим занимается. Даже, даже... То есть он еще и у Ксайла ворует? Хуя себе. Поп со своего первого видоса с Машидой, когда он делал обзор, я просто, ну, веду отчет. У Моцарта был Сальери, а у Люфислава два близких дружка, которые чуть ли не в дес надолбились, вынуждены были прекратить свои половые отношения за жестокой несправедливости и творческой импотенцией. И уже оказывается, что пиздить можно вообще откуда угодно, из-за бугра, у друзей, да хоть батя в заначку залезь, если потом открыто признаешь, никто тебя не осудит. Какой у тебя любимый блогер? Бля, я вот не смотрю ничего. Я? Типа, из роликов? Факт, кстати. Только западный, наверное, чтобы спиздить идею. Ну да, ведь признание равно оправдан. Ну ворует и что дальше? Он же это признает. Ну да. Ну мне Риндыч тоже так говорил. Ну, блядь, Хесус, ну скажи, что ты просто вот... Блядь. Вот, соответственно, как говорил Риндыч? Вот если бы ты, Хесус, сказал, что, ебать, твоя монета скам, к тебе вопросов не было. Чего, блядь? Чего за хуйня? Во-первых, моя монета не скам, а во-вторых, то есть, если кто-то делает скам и сразу говорит, что это скам, то заебись. Вросов не будет, да, получается? Ну, Хесус, ну если бы ты сказал, что казино стримишь, чтобы чисто бабла заработать, и тебе на все похуй, то вообще бы вопросов не было. То есть, все так просто и легко? То есть, можно сказать это, и все. Морген же сказал, и все, заебись. Странно. А если какой-то маньяк скажет, ребят, ну это самое, короче, вы поняли, что я буду делать. Он скажет, вопросов больше не имеем. Ладно. Оправдан. А, я совсем забыл, у нас же заявку с повинной, оправдательный приговор выносят. У него обида какая-то на вас. Наверное, я не знаю, типа, с чего. Я взял у него историю с вступлением, типа, ролика. Понял, типа, где, ну, где представление участников под музыку. Он сказал, что я у него спиздил, и как бы, ну он так это все подалбал, что я у него, типа, каждый ролик пишу. Я ему за эту хую написал. Ты полностью украл наши идеи. Успокойтесь. Я ролики, так же, как и все русскоязычные ютуберы, тоже запада. Хотя и сам эксайл особо творческими талантами не блещет, если честно. Это моя старая плитка Fistables. Это первые пробы шоколада. Планируем, как бы, выпускать шоколад. Ровно как и вся эта творческая шобла, в которой варится слава. Да, ну а чё, чё, господи, все блогеры делают свои мерчи, вот эти вот мерчи свой, шмотки выпускают свои вот эти вот, да, налево и направо. Кофты, блядь, штанишки там или трусишки. Ну, тоже получается, можно сказать, все воруют друг у друга. Так нет же, ну а что теперь? Никому нельзя делать, потому что кто-то так делает. Тоже бред какой-то. Сейчас же как, ты либо русский мистер Бист, либо идешь нахуй. Других вариантов нет. Я российский мистер Бист. Михаил Витвиненко, русский мистер Бист. Я буду 24 часа. Пиздец, блядь, чё-то этих ака русских мистер Бистов слишком много развелось. Литвин, Эксайл, кто там ещё? С мистером Бистом. А, ебать, ещё Бустер. И, кстати, Дилара вроде заявляла, что она станет мистер Бистов. Никакой индивидуальности из миллионов жанров и рубрика не выбирают только одно слизовое. Кто-то, кста, по факту. Вы не только за оригиналом, но и доедает друг за другом. Ну а кто-то просто... То есть на калькуляторе немножко ты делаешь контент. Деньги это не самая главная мотивация, которую я хочу получать с контента. Так. Цифры. Это подходит по твоему описанию на калькуляторе? Ну, конечно. Да, для меня цифры... Цифры это же показатель успеха. Они делают контент, который продаётся. Ведь когда ты живёшь в парадигме, что всё продаётся, делать для души и творчеству, ты просто не способен. Всё измеряется в цифрах и деньгах. Ебучий караул я как будто на блядском рынке оказался. Пока вы, надрывая жопу и подрывая свои здоровья и нервы, стараясь над созданием очередного рисунка, трека или видоса, в попытке доказать себе и миру, что вы чего-то стоите, и вам есть что... Бедний, бедний. Сказать? Слава ему подобной, для которых творчество... Ой, бедний автор, он так старается, напрягается, блядь, делает свои видосы, блядь, на популярности других людей. Это просто ошибка из девяти букв в слове бизнеса. Такой ещё оригинальный разоблачитель очередной. Просто платит за всё. Уникальный человек. Готовый и ворует уже сделанное, наслаждаясь от финального результата. Ты согласен, что для российского рынка многие песни звучат вторично? Ну, например, тот же G-класс. Слушай, G-класс, это трек, написанный в рамках ролика. Тесно три, как будто бы. Ну, бит, да. UK, гараж. Ну, флоу-то тоже. Ну, он обычный, он у всех такой флоу, нет? Тебе не кажется, что вот если ты сейчас любого человека назовёшь, я тебе скажу, как у него, как у кого флоу? Хаски. Ну, я не знаю, я не слушал хаски никогда. ITL, например. Ну, у него классная музыка. Да. На самом деле. Ну, ты попросил меня, назови любой. Давай ещё любого. Давай. Френдли так. Бляда, хуй знает, брат, бля. Пошёл ты нахуй. И так касается любого его творчества, к которому прикасается это позорное обмылок. Для него нонсенс, что звучание в музыке может быть индивидуальным. Для него сама мысль о том, что контент может быть... Я правильно понимаю, что вся претензия к бустеру в этом видосе, это просто то, что он ворует, блядь, у кого-то форматы. Не пиженный, звучит как... Я думал, тут чё-то жёстче будет. Сумасшедшего. Воруй, копируй, вдохновляйся. Главное, не старайся, ведь стараться нахуй надо, а трючок под пиженный флоу зачитать с кайфом. Славе нужен отдых. И он, я считаю, заслужил этот отдых. На 158-й день зимы, холодным майским утром, как гром среди ясного неба, ебать, вернувшийся с батончиком белого после 20 лет отсутствия, на мир обрушилась страшная новость. Я не рекламировал казино. Охуеть. За всё время... О, блядь, ну всё, пизда. ...существование человечества, начиная с его эволюции от приматов, заканчивая приматами поумнее, такого прецедента ещё не случалось. Один из ведущих стримеров этой твичёвской пиздобратья отказался рекламировать казино. Я не рекламирую казино, не знаю, я просто играю в казино. Игра в лэд. Икона киберспорта, атлант на плечах которого... Да, я тоже, я не рекламирую казино, я просто играю в казино и всё. ...сиждется последние остатки российской просцены. Твоя мама и весь качественный контент интернета любит не только с ВП в миду пофидить, но и в казик на жизнь поиграть. И заметьте, именно поиграть, а не порекламировать. Ну, как бы я рекламой не занимался, поэтому я такой, значит, ну ладно. А ссылочки это просто так. Да, просто, ну мало ли, просто так. Там попробуйте, докажите. Да нет, я реально не занимался. Просто играл. Ладно, пора заканчивать этот фарс. Спиздев уже десятый раз на десятой минуте, эта слизь в виде человека голосом, предрасполагающим к жалости, будет рассказывать вам о том, что никакой казик он не рекламировал. А стримил казино ты почти каждый день, да? Не, вообще нет. Ты чё? А как часто? Ну, стримов 40 я за всё время сделал. Нихуя себе. Хех. Сколько? Ну, не, не платили вообще ничего. Не платили, говоришь? О, да. Забейте 20-точку мне и регистрируйте все по моей рефералочке, она в закрепе телеграммы в описании моего тв... Ах. Ча прям первый баннер. И вводите... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Промокод бустер и обязательно в никнейм главный вводите ММ в конце каб... Сегодня логика не выйдет, она наказана. Казино не рекламирую, но промокодик со своим именем... Бля, ну понятно, почему он не признаётся, что он рекламировал казино. Я думаю, это связано как-то с законами, он боится, что Мизулина там что-то может предъявить и так далее. Поэтому он говорит, что нет, я не рекламировал, я просто стримил казино и всё. По реферальной ссылочке оставлю Слава, волнуйся самых страждущих и несчастных. Решил на волонтёрских началах помочь начинающей платформе в развитии. Вот и поплыл Хесус Дефари. Так, блядь, ребят, мне нет смысла его дефать. У меня вообще так-то конфликт с бустером. Он на меня быканул. Не по факту. По хуйне какой-то вообще. Обвиняя меня в том, что я там что-то накручиваю и так далее. То есть мне дефать его так-то не то, чтобы, блядь, нужно. Наоборот, надо жёстко топить хуесоса. Ха-ха-ха. Ладно, шучу. Вот, то есть... Он меня недолюбливает. Возможно, опять же могу ошибаться. Автор тебя час почти обсасывал в первой части. Какой ещё первой части? Да, блядь, похуй. Ну, чел только этим и занимается. Он обсасывает всех известных стримеров и блогеров. За бесплатно, естественно. Тебе писали когда-нибудь люди, которые стали ладоманами? Слушай, да. Да. Ну, на стримах донатили. Ну, как донатили. Они, может, не от меня стали ладоманами. Просто, типа, взял денег в долг. Не могу вернуть. Дай денег. Давал хоть раз? Нет. Таким нет. Просто история вся в том, что никто никогда никого не призывал играть в казино. Мне тяжело сказать, понимаешь? Потому что я играл на стримах. То есть я никогда не призывал играть в казино и так далее. Я прям уверен, самым тяжёлым в жизни Слава всегда было отвечать за слова. Униженный жизнью, перелюбленный матерью и брошенный отцом, он имеет совести в хвост и в гриву. Никого я никогда не призывал. Хм. Охуенная история, Слав. Расскажи ещё. Подписывайтесь на телегу Бурмалденко, нахуй. И свой никнейм в комментарии. Условия максимально простые. Смотрите, вы должны зарегаться по моей реферальной ссылке и в свой никнейм в конце дописать две буквы М. И потом ещё ввести промокод Бустер и по нему будете 10% кэшбэка с ваших прокруток получать, ебать. Это не хуйно. То есть на 100 тысяч покрутили, десятку забрали. Ему хочется булочку с маком и тебя раком. Всего да побольше. И денег заработать и чистеньким остаться. Ведь истина одна пиздина ёба войсками. Главное не забывай, что чисто репутация прежде всего, а значит все следы своих грязных делишек нужно подчищать. О чём это я говорю? Мне вообще никогда не было стыдно. Тут я соглашусь с тем, что рекламировать казино, когда у тебя и так всё заебись по рекламе. И нормально денег ты зарабатываешь. Нахуя ещё казино рекламировать тогда, стримить. Если у тебя и так всё нормально, у тебя есть возможность зарабатывать там сотни тысяч, может быть там долларов в месяц. Непонятно, короче. Не знаю, что за хуйня. Я, может, болен чем-то. Ну и мне вообще. То, что ты болен, я не сомневаюсь, что действительно... Я же, блядь, сказал, боится проблем с законом, поэтому говорит, что он не рекламировал, а просто стримил. Причём, блядь, непонятно. Понятно, что дело, что он пиздит. Естественно, он, блядь, рекламировал казино. Ещё как, нахуй, рекламировал. Я, причём, знаю людей, которым эту рекламу предоставляли. Вот. Как он меня обвиняет, блядь, в накрутке, так я буду, нахуй, говорить. Да, ну, конечно, он рекламировал, естественно. Интересно, это когда я готовился к этому обзору и собирал инфу, а потом, спустя несколько дней, когда приступил к написанию сценария с ебальником, полным удивлений, чистейшего ахуя, обнаружил, что практически все пруфы с твоими стримами, где ты призываешь играть в казик по твоим рефералочкам, были практически полностью потёрты. Ты чё там думал, почистишь историю браузера, и никто не вспомнит о твоих мелких шалостях? Ну, хуй бы там плавал YouTube, территория моя, значит, и трахать здесь буду я. Ведь причина такого поступка намного интереснее, чем просто жалкая попытка обелить свою репутацию. Это будет смотреть, и мы это оставим. Ну да. Ты что, хочешь, чтобы люди видели, как слава бустера включает дурачка? Я просто играл в казино. Нет статьи за то, что ты играешь в казино. А, ну вот. Ха-ха, я же сказал. Игру в казино статьи нет, а за рекламу очень даже. Жить же в России намного лучше, когда твои окна не заколочены, решётка, кэшконка не прикручена к полу, поэтому вдоволь заработав с рекламки скаму, можно и все следы преступления замести. И вот ты думаешь, что хуже уже не будет. А я отвечу. Ещё как может, ещё будет. Вы что думали, после всего этого вас не ждёт очередная порция рассказов о морали и нравственности для самых маленьких? Ты знаешь, я как бы, может, долбоёб тут скажу, что у меня какие-то ценности есть, то есть, и... То, что чувачки вытворяют, это пиздец вообще. Я всё понимаю. Раньше трава была зеленее и дешевле, а подписчики моложе и глупее. Ну как можно? То есть, ты считаешь Кридо странным, раз он имеет бабло, но продолжает касс рекламить? Или он хороший знакомый подарил рюкзак? Ему можно? Кик заплатить? Тихо, сулям баксов молил. А где я говорил, что можно или ещё что-то? Я всегда говорил, что не понимаю, почему Крид стримит казино. В его ситуации, когда он и так зарабатывает большие деньги. Абсолютно всегда я это говорил и ничего не отрицал. На таком серьёзном ебальнике, после того, как ты наёбывал своих агусков, рассказывать про какие-то ценности. Три года назад, ну, примерно, на рекламе, ну, ху**, ну, называется, ну, фу**, там накидали на деньги и, ну, была накрутка. Тебе за это стыдно или как? Ну, равносильно так же, как вот, ответ, как из казино. Ну, я тогда потратился просто, я его матерью взял денег. Реально? Да, школьником его матерью взял денег, потратил семья. А сколько взял? Тысячу там. Ну, держи пятёрик. А чё, так можно, что ли? Аплодисменты этому герою, нахуй. Жалкая челядь прямиком из Мордора посмела предъявить своему господину. Чё, ты сейчас за кадр были? За скам, а тот с барского плеча отсыпал ей немного крошек. Ну, да, я так и не понял. Что он там рекламировал? На что он деньги, на что косарь потратил? Просто не рекламировать хуйню, которая является очевидным скамом. Вот только подобное решение проблем, как всегда, с твоими удивительными сказками. Форс-дроп? А, кейсы. И шо, ему деньги не вернули? Или он их просто проебал на кейсы? Немного разные вещи. Скам, это когда опять же тебе деньги не выводят. Я не совпадает. Брат, да мне просто не нравится сама концепция. Типа, чё ты за деньги делаешь? Такая ты дура. Пиздит он так славно, словно у славы аллергии на здравый смысл. Скорее планета, блядь, остановится через рекламу фонбет. Какая статья? И кому её никому не дают, а рекламируют почти... Семь... Ага. Эта юродивая тварь начнёт соответствовать тому, что он про себя говорит. Любишь ли ты своих подписчиков? Да. Ёбаный лицемер. Ты хотел, чтобы твоё имя ассоциировалось с киберспортом, но по итогу при упоминании бустера в голове возникает только одно слово. Наебалово. И в один момент я думал, что ниже падать уже некуда, что твичёвская элита не может выглядеть ещё более жалко. Ну боже мой, как же я ошибался. Привет, 20 лет. В жизни ППЦ остался один. Была девушкой и лучший друг, только с ними общался. Расстался с девушкой. Ушёл друг в час день. Не знаю, что делать. Остался один. Каждый день в каком-то тельте. Ну вот, давай посмотрим. Не стоит вываливать на малознакомого человека все свои чаяния и переживания. Оставьте это для похода к психологу, ну или для доната на стриме. Разбуди стримера посреди ночи, он расскажет тебе о том, как надо жить. Задонать ему, он решит любую твою проблему. Он тебе и советом поможет, и рак вылечит. Ты только не прекращай сладкий. Ничего себе. О да, Лера мне ещё 20 долларов закинула. Вот совет спрашивает, как визу получить. А я и не эксперт. Вот эти деньги можно было потратить и на эксперта, кстати. Примерно столько они и стоят там. Консультация 30 минут. Например. Плать денег. И порой абсурдность всей этой хуйни доходит до каких-то, блядь, фантасмагорических значений. По поводу консультаций, да. Было два года назад. По-моему, два. Или чуть меньше. Двух. Я, да, действительно, проводил трансляции. И действительно, да, я начал в какой-то момент брать людей на личные консультации. Для меня это был формат эксперимента. Фреймтеймер, оператор и подпёздыш, который профессионально разве что горит... Бля, ещё и фреймтеймер плохой, что ли. Ой. Физонт умеет заваливать. И пересосавший половину медийных хуёв интернета, возомнил себя психологом для самых неимущих. Бля, ещё и он теперь плохой. Да ёбаный свет, а. И начал ебашить свои профессиональные консультации неотложной психологической помощи за 20к деревянных. У меня были консультации. У меня было 7 человек. Консультации стоили 20 тысяч рублей, а не 30. Сколько? Первый пиздёж Моргенштерн на 20 тысяч рублей. Не болейте раком, болейте стоя. С вас 20 тысяч и всего хорошего. А я пока побежал и дальше мир спасать. Современный твитч от рассадника мракобесов уже не отличить. Здесь каждый первый, как под копирку, менторским тоном и съеблом полным вселенской важности, будет цыпать жизненными советами направо и налево, чтобы получить лояльность от очередного бедолаги, а потом, пользуясь доверием, скармливать им же в промышленных масштабах килотон. Бля, ну на самом деле, какой-то там стример, ну, может оказать куда больше положительного влияния на человека, нежели чем какой-то, блядь, психолог. То есть тут вопрос-то в том, что тот или иной зритель видит в тебе. Кем он тебя считает? То есть если ты для него как стример, кумир, я знаю, там, друг, он там приходит на твои стримы ежедневно, смотрит там, фанатеет о тебя, то разговор, твой разговор с ним, он может вообще оказать абсолютно иное влияние, нежели чем обычный разговор с психологом. То есть ты пришел к психологу, что-то с каким-то неизвестным челом поговорил, он тебе какие-то советы дал, ты такой, да, ладно, понятно. А когда тебе твой стример любимый дает совет, ты сидишь такой, бля, прислушиваешься там и как-то воспринимаешь это совершенно иначе, намного серьезнее. Поэтому тут даже дело не в том, что насколько Фрами Таймер опытный психолог, а то, насколько тот или иной его зритель к нему относится и как к нему относится. Вот, поэтому даже просто обычный диалог, личный диалог с Фрами Таймером у какого-то подписчика может и правда что-то как-то положительно оказать какое-то влияние на него. Вот и все. ...продавая и предавая не только себя, но и своих преданных, как собачки зрителей, такие бездари, как Александр Зубарев, Алексей Губанов и Вячеслав Леонидов. Ха-ха-ха! Зато автор этого канала, как цепной пес, просто опущенный, блядь, пляшивый, на всех прыгает, гавкает, гавкает, а-а-а-а-а-а! Все плохие, блядь, Фрами Таймер, который вообще ни казино не рекламирует, ничего вообще, просто сидит, блядь, советы дает. Тоже, сука, плохой, туда же в этот списочек попадает. Ой, бля, ебать обиженка. ...и сотни им подобных рангом поменьше... Ой, сотни, все плохие, блядь, один я, Д'Артаньян, сука. ...так и продолжат оставаться самыми... ...то там плохой, ну-ка. ...банов и Вячеслав Леонтьев, и сотни им подобных рангом поменьше... ...так, так, так. Ну, хуя! ...у всех туда, Мокривский, Шевцов, Строга, Куэртов! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... ...а где же Вова, братишкин, неужели его нет? Он же, блядь, ставки на спорт рекламирует. Ты шо, дядя, забыл? Пчелкин. Блин, вообще... Кореш тоже, ой... Мазелов? Пиздец, Мазелов даже там. Пипец, пипец, вообще. Блядь, чё-то, братишкин, не могу найти, ё-моё. Блядь! Я далеко не фан Бустера. Но в чём предъяву этого дауна? Самое жёсткое то, что Бустер пиздит контент, о чём он сам и говорит. Кринж по ЗДЦ, а не видос. Та похуй, чел. Да, блядь, он просто контент делает и всё. Это стандартная практика. Забайтить агрессией, каким-то негативом по отношению к какому-то популярному стримеру или блогеру. Забайтить аудиторию, чтобы аудитория, там, того же Бустера, наша аудитория, все это смотрели. А это, блядь, всегда, это, знаешь, это вечный контент. То есть всегда будут появляться недоразоблачители, которые сами как бы, ну, из себя ничего не представляют. Но при этом, сука, дохуя правильно сидят тут и рассказывают о том, что кто-то чё-то ворует. При этом чел делает видосы в формате, который, как бы, блядь, уже давным-давно существует, да? И кто его только не использовал? Объективность, мать его. Так и продолжат оставаться самыми продажными стримерами. Субтитры сделал DimaTorzok